Привет! С вами фартовый коллекционер интересные факты о монетах и антиквариате. И в сегодняшнем коротком видео вы увидите настоящую консервированную воду, которой больше 30 лет. Я попробую какая она на вкус и вы узнаете зачем ее производили. И конечно по традиции я разыграю баночку такой антикварной воды и вы сможете удивить своих друзей. Можно вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться, поскольку это поддержит мое видео и еще больше людей его увидит. И это будет одним из двух условий участия в конкурсе на такой подарок. Получилось? Ну погнали! Такую баночку воды в советское время нельзя было увидеть на полках продуктовых магазинов. Консервы существуют уже около 200 лет, ведь это очень удобно хранить продукты долгое время. До консервов для хранения использовали способ сушки и копчения продуктов, но это сильно влияло на вкусовые качества. Консервы были нужны участникам дальних путешествий и армиям в военных походах. В Англии была изобретена первая жестяная банка в 1812 году. И уже с 1826 года английская армия начала получать мясные консервы. Вес такой жестяной банки 240 грамм, срок хранения 2 года. Для таких консервов брали родниковую воду, кипятили ее и добавляли аскорбиновую кислоту и закрывали вот в эти вот банки. Такая вода могла храниться, но очень долго. Дальше в видео мы узнаем, пригодна ли она сейчас. Аналогов такой воды не было больше нигде в мире. Зачем же нужна была консервированная вода в СССР? На самом деле, эта вода предназначалась для моряков кораблей, которые потерпели бедствие в открытом море. И она являлась одним из элементов сухого пайка для спасательных шлюпок. А еще эту воду выдавали подводникам. Эти банки с консервированной водой я купил на сайте Виолити. Именно там можно найти множество интересных антикварных вещей, как для своей коллекции, так и на подарок. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Вот так выглядит питьевая консервированная вода. Видим маркировку на банке со сроком изготовления. И вот такую надпись. Экономьте консервированную воду. Собирайте и пейте дождевую воду. Заполняйте ею все имеющиеся в вашем распоряжении емкости. Консервированную воду используйте в самом крайнем случае. И указано, как хранить данную воду. Давайте откроем эту банку и проверим свойства воды. И сравним ее с покупной водой и водой из-под крана. А для этих замеров я поехал в магазин электроники купить себе тестер воды. И, конечно, расплачусь вот такими юбилейными мелкими монетами Украины. Посмотрим на реакцию, возьмут они или нет. Я вам пришел, Миша вот их принес. Можно так? Можно. Там будет для вас сюрприз. Ой. Мне даже кого-то написало, я такую впервые вижу. Класс. Монеты, которыми нужно рассчитываться, а есть сувенирные монеты, которые в обиходе не входят. Супер. Да берите, берите. Я вам говорю, все хорошо. В гугле вбейте просто название и все. Ну, если не хотите, я могу поменять вам на обычный 50 гривен, если совсем это не подойдет. Ну, мне просто бухгалтер не признала. Да, я их фан вряд ли смогу сдать. Хорошо. Это вам саверин так, да? Ну, в группе всех заинтересовало. Какая вам нравится. С дизайном. Они еще все разные? Да, это флот. Это морской флот. Это пограничная служба. Медики. Можно мне в серию? Вот эта красивая. Туда? Да. Держите, я вам просто подарю. Возьмите такую, просто подарю вам. Да нет, видишь. И вам тоже я просто подарю. Держите. Спасибо. Будет вам такой подарочек. И как раз разберетесь, погублите, что за монеты. Я такие не видела никогда. Ну вот, как раз. Как видите, зачастую обычные люди не знают, что есть юбилейные монеты Украины. Но давайте перейдем к воде. И мы открываем это. Показатели также вы сейчас увидите на своем экране. Табличка. Это первая, самая дешевая вода. Для детей у нас предназначена очень такие маленькие баночки. И, как мне говорили, она должна быть самая чистая. Берем нашу воду, которая, собственно, в банке, которой больше 30 лет. Будем открывать ее вот таким вот способом. Пробьем отверстие. Одно и другое, чтобы заходил воздух. Пока непонятно, какой будет вкус. Нальем ее в нашу фартовую чашку. Кстати, скоро такие чашки появятся в продаже. Так что, кому интересно, пишите в комментариях. Будем их тоже разыгрывать. И набираем непосредственно воду. Смотрите, что я вижу. Вода, в принципе, довольно прозрачная. И чашка, к сожалению, не полностью набирается. Давайте понюхаем, какой запах у этой воды. Нет, обычная вода без запаха. Запаха какого-то дополнительного здесь. Немножечко, конечно, жестью от баночки. Но пока все. Ну что ж, друзья. Давайте начнем с той воды, которая у нас... Так, включаем прибор. Начинаем с той воды, которая у нас покупалась непосредственно в бутылке. И самая дешевая. ТДС. Так, тут мы видим размер PPM. Увидим добавок у нас 525. 529. Ну прямо... Сейчас попробуем поменять показатель. Так как я первый раз... Да, у нас этот показатель именно меряется. Видим. Да, 535. Видите, меняются данные. Буду приближать. Давайте теперь попробуем воду, которая у нас для детей. Вот в таком вот маленьком этом. Так, обтрусим, чтобы ничего не было. И посмотрим, что здесь. Видим 95. 95. Очень хороший показатель. 95. А давайте еще раз. Даже до 94. То есть это вода. И давайте посмотрим, сколько же примесей в той воде, которая у нас здесь, в этой жестяной банке. Ваши прогнозы пишите в комментариях. Сколько будет тут разных добавок. Формат я рассказал. Добавление, что там шло. И мы опускаем ее. И смотрим, что 191. То есть 191 данный показатель этой воды. Ну что, друзья. Так, сейчас... Фух, на одном кадре. Давайте попробуем эту воду. Надеюсь, у нас камера пишет и все заснимется. Итак, друзья. Значит, какой привкус? Немножечко жестяной. Немножечко как будто бы йод добавили сюда. Ну, сейчас еще раз. Я вам скажу. В принципе, ее можно пить. Может быть, немножечко еще подгарчивает. Подгарчивает вода. Ну, как видите, показатель у него даже значительно меньше, чем воды из посада. Ну, давайте вернемся к нашему конкурсу с этой консервированной водой. Вот такую банку я отправлю тому, кто оставит здесь комментарий. Условия очень простые. Просто поделитесь этим видео с одним человеком. В Telegram, в Facebook, в WhatsApp, где угодно. И оставьте комментарий. Я определю победителя. Как только у меня на канале будет 150 тысяч подписчиков. Это будет совсем скоро. И отправлю такую воду с абсолютно бесплатной доставкой по Украине. А если вам интересно, какие показатели воды были в других, воды из-под крана горячей и холодной, то ссылочка на мой второй канал с этим видео будет в описании. А следующий ролик уже будет в четверг. До встречи на канале. Пока.